Шел июнь 2018. В Балакове проводились мероприятия по уборке территории. Работы столько, что месячник по благоустройству плавно перерос в пятимесячник. А виновата во всем она – погода. Капризная дама послала в наш город шквалистый ветер, засыпала все обильным снегом еще в прошлом году, а последствия коммунальщики разгребают до сих пор. Не подумайте, что мы сбрендели. Это не мы придумали, это ответ из администрации на запрос жителей 4-го микрорайона. Активные граждане из домов номер 10 и 11 по улице Вокзальной обеспокоены тем, что страшные и опасные деревья на территории школы номер 11 и рядом с указанными домами угрожают жизни. Сухие ветки висят, запутавшись в живых ветвях, так и норовя упасть. Прямо над пешеходными дорожками аллеи гирлянды сухостоя. И вот ответ, который буквально поставил жителей в тупик. В результате прошедшего на территории города Балакова в конце декабря 2017 года шквалистого ветра с мокрым снегом пострадало большое количество деревьев. До настоящего времени силами муниципальных предприятий проводятся работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий, в том числе по спилу и вывозу сломанных веток. Спил деревьев на внутриквартальных территориях производит комбинат благоустройства по заявкам депутатов по избирательным округам. При выполнении работ на территории избирательного округа номер 14 будет произведен осмотр зеленых насаждений и удаление сухих и аварийных деревьев. Вот такой ответ, поражающий воображение. Эта дорожка тем более идет в третью поликлинику. В основном пожилые люди идут. При урагане, при ветре сильном оно может упасть. А между тем на этой территории, на аллее за кинотеатром «Россия» проводился общегородской субботник. И кто-то даже отпилил небольшую сухую ветку от старого дерева у забора 11-й школы. И депутат Артур Гизатуллин на субботнике присутствовал. И о проблеме, по идее, должен знать. Ведь дом номер 10 по улице Вокзальной, судя по плану границ его участка, это его территория. А вот к указанному в официальном ответе участку номер 14, где депутат Руслан Каменчук, относится соседний дом номер 11. И там тоже сухостоя хоть отбавляй. Да и сама аллея – знаковое место. Она боролась за победу в голосовании по благоустройству. Теперь эта территория собирается участвовать в другой программе, в рамках которой здесь должны появиться лавочки, урны и прочие малые архитектурные формы. Мы сможем на этот год провести определенную работу. Не с самого начала, но где-то от трубы, от проезжей части и до примерно метров 400 провести центральную работу, как мы планировали в прошлом году. Но о каких программах может идти речь, если элементарно? Сухие деревья висят уже несколько месяцев прямо над головами прохожих. Директор 11-й школы Лариса Пешкова сообщила, что письма с просьбой убрать сухостой написаны не единожды. Фото опасных объектов приложены. Но реакции почему-то нет. Хотим обратиться к администрации города нашего, попросить. У нас дети в школу ходят, малыши жители здесь, бабушки мимо проходят. Вот это дерево при любом урагане опять упадет. Будут несчастные случаи. Просим убедительно, спилите нам это дерево.